До того, как Конор МакГрегор стал известен, он был простым ирландским парнем и работал сантехником. До того, как Конор МакГрегор стал известен, однажды он проиграл в бою литовцу, тяжелее которого он был аж на 8 килограмм. До того, как Конор МакГрегор стал известен, ему удалось поиграть в футбол на профессиональном уровне в одной из ирландских футбольных лиг. Добро пожаловать на Tailwood.net и сегодня мы расскажем вам о жизни Конора МакГрегора до того, как он стал известен. Профессиональный боец ММА, чемпион UFC в полулегком весе Конор Энтони Макгрегор, которому совсем недавно исполнилось 28 лет, родился в столице Республики Ирландия, в городе Дублин в обычной ирландской семье. Своё детство он провёл в пригороде Дубрина, Крамлин, где он впервые заинтересовался спортом. Правда, первые шаги в спорте он сделал в качестве футболиста, успев даже поиграть за малоизвестную футбольную команду Удерс Селтик. Интересно, что у самого Конора любимая команда Манчестер Юнайтед, однако позже он бросает занятия футболом и в 18 лет переезжает с семьёй в Лукан, где закончил среднюю школу. Также в Лукане у Конора появляется новое увлечение – смешанное единоборство, поэтому он попадает в команду по данному виду спорта SBG, так как семья у него была небогатой, после школы получилось пойти учиться только на водопроводчика. Несмотря на это, его мать Маргарет поддержала сына в трудное для него время. Конор закончил школу, снял розовые очки и не увидел в жизни каких-то особенных перспектив для себя. В подобную грустную ситуацию попадают почти все молодые люди, которые не могут найти своё место в жизни. Именно поэтому мама Конора попросила его тренера поговорить со своим перспективным сыном, вселись в него уверенность и убедись продолжить заниматься боями. Мне срать вообще против кого драться. Это было очень сложно, так как Конор был беден и не уверен в том, что это занятие в дальнейшем принесёт ему деньги и благополучие. Мой менеджер говорит мне, там ты из какого-то междужопинска, мол, пишут, где-то в Подзалупинске драться там вообще, блять, я за замену крана больше беру. Помимо бытовых трудностей, Конор сталкивался с испытаниями, которые наносили урон самолюбию, как, например, досадное поражение от Артемия Сетенкова. Перед боем Макгрегор и организаторы даже жульничали, поменяв весы на взвешивании. Макгрегор перевешивал маленького 57-килограммового Артемия почти на 8 килограмм. Ирландец был уверен, что отправит своего литовского соперника в нокаут. Да это как пердеть на вентилятор. Однако Артемий оказался не пальцем деланный и поймал жулика на болевой. Это поражение до сих пор раздражает Конора. И в одном из своих интервью, говоря о прошлом, он упоминает худощавого литовского засранца. Но помимо засранцев, у ирландского бойца в жизни было полно проблем бытового характера, безработицы и безденежья. На свое счастье, в 19 лет он встречает любовь всей своей жизни, с которой он вместе до сих пор и которая поддерживает Конора все время. Свою возлюбленную Дидевлин. Мы вместе уже 8 лет. Мы жили в Ирландии, в 30 километрах от Дублина, в съемной квартире на пособие по безработице в 188 евро. У меня не было работы, потому что все свое время я проводил в залах. Мне приходилось просто выгонять его из зала. И так было на протяжении 10 лет. Я верил, что обязательно стану чемпионом. И она всегда верила в это и верила в меня. Несмотря на нехватку средств, она старалась, чтобы я правильно питался, всегда соблюдал режим дня. Для этого она отдавала всю себя. Приходя уставшим после изматывающих тренировок домой, она всегда говорила мне, Конор, я знаю, ты все сможешь. Рассказал ирландец в одном из своих интервью про свою девушку. Именно благодаря поддержке близких людей, усердным тренировкам и своему неизгибаемому характеру, Конор Макгрегор успешно строит карьеру, при этом одержав 10 побед в 12 боях профессионального ММА. Становится чемпионом аж в двух весовых категориях английской организации Cage Warriors, и его имя начинает упоминаться во всех уголках Ирландии. Благодаря своим впечатляющим выступлениям и растущей известности, он привлек внимание самого престижного ММА промоушена UFC, президент организации Дэйна Вайт, когда был в Ирландии, только и слышал, как все люди называют ему имя Конора. После такого он приглашает Ирландца на ужин в Лас-Вегас. При личной встрече Макгрегор настолько впечатляет Дэйну, что тот сказал про него. Я не знаю, умеет ли этот парень драться, но если он сумеет выбросить хоть один удар, то он станет суперзвездой. Наделенный харизмой, энергией, яркой внешностью и высоким ораторским скиллом, Макгрегор привлекал внимание и быстро стал мишенью для многочисленных спонсорских контрактов. Ты сейчас смотришь на короля Дублина, ты смотришь на настоящего короля. Помимо внешней составляющей, стоит также отметить бойцовские навыки, необычный стиль ведения боя, который запомнился поклонникам, а также своеобразный и эффективный боевой арсенал, состоящий из уникальных способностей ирландца в тейквондо и боксе. А как раскручивает бои Макгрегор? Это просто высший пилотаж. А, это мой пояс? Ну-ка, ну-ка, дай-ка мне его сюда. Ты в два раза злится, о ком ты говоришь? Ну-ка, щелкни меня. Трэш-ток издевательства, люда и троллинг соперников выбешивает оппонентов еще до боя, обеспечивая психологическую победу ирландцу и разжигает интерес к поединку со стороны зрителя. Я твой папаша. Садись на мою коленку, сынок. Иди сюда, сынок, сядь на мою коленочку. Но, несмотря на это, далеко не все зрители знали о Коннере. Поэтому, при первом бою в самой крутой ММА-организации в мире, где он сходу с легкостью отправил в нокаут оппонента, получив награду за лучший бой вечера, он вышел без спонсоров. А в его углу не было никаких рекламных баннеров. С ним был только ирландский флаг, который Коннер пронес в октагон. Этот флаг ездит с бойцом по миру и сейчас. Поклонники видят его при каждом выступлении ирландца. А все потому, что Коннер Макгрегор истинный патриот и по-настоящему любит родную Ирландию. Стремление прославить свою страну является одной из мотиваций бойца. Впоследствии Коннеру Макгрегору это удалось. Он завоевал титул UFC, стал одним из лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, заработал миллионы долларов только на одном твите, поднял уровень продаж платных трансляций, сказочно разбогател, вел переговоры, чтобы провести бой с великим боксером Флойдом Мэйвейзером и сделал узнаваемым ММА-спорт во всем мире. Но это уже совсем другая история. А это была история Коннера Макгрегора до того, как он стал известен. На канале Дениса Тараканова вы сможете всего за 10-12 веселых уроков самостоятельно научиться плавать брасом, кролем или патрифляем, а также учить с помощью специальных уроков детей разного возраста. Все ссылочки в описании и в левом углу экрана. Не забудьте подписаться. Субтитры создавал DimaTorzok